всем привет меня зовут Эдуард Кичугин и снова новое видео про рисование в одноточной перспективе сейчас я покажу как я это обычно делаю это в режиме такой стрим лайк ставил и такие болталки про все и про полезные штуки тум-тум всем чао-чао я тут продолжаю свои эксперименты с перспективой тем чтобы расстраивать пространство и рисовать например идею рисуй параллель по такому небольшого города который например могу раскидывать по перспективе допустим вверх и вниз и сейчас буду делать такие эксперименты это двух точек нет это одноточная перспектива и будут такие небольшие простые думки буду рисовать и проговаривать каким образом можно двигаться вот в эту историю смысл всей этой штуки все сводится в одну точку вот эта точка все линии которые мы используем они идут сюда вот в эту точку и поэтому это все называется одноточная перспектива и соответственно ей я буду отстраивать все другие здания и сооружения у меня на моей композиции может быть я немножко еще виду некоторые перспективу вот здесь должны все линии параллельно но может быть я буду это немножко еще утрировать почему-то продолжаем история будет такая небольшая разбредовка с основными домиками которые оставлю на мой эскиз рисую по сути он дальнюю часть а та часть которая уходит туда перспективу меня и особо не прорисовывая и сегодня буду еще использовать такую связку это акваброш и по-простому делать затенение задавать тени образования по-быстрому не заморачиваясь так что тут может быть да надеюсь получится красивым спасибо рисую с помощью параллельно это японская ручка для каллиграфии и она очень удобная нитика нравится теперь рисуем плоскость внизу для начала сделаю такую штуку но я очень люблю рисовать на своих каких-то перспективных рисунках это такое опускание плоскости вниз и тут может быть например река ну я в данном случае рекурсовать не буду сразу же наношу тени образования чтобы пространство начинало сочетаться сразу же становилось интересным так здесь меня тоже будет повышение точечной перспективе рисовать очень удобно потому что пространство получается очень быстро и сразу и довольно внятное мне дико нравится нужно наращивать его импровизировать с ним очень просто и удобно вот рисует второй домик рисуем для него а с 1 часть вот она и соответственно увожу сегодня опять же туда единую точку схода и сразу же даю ему тени образования и получается такая распределка чуть-чуть на мечами так что не очень хорошо мне пишет может нужно почистить ну ладно сейчас пока заморачиваться не буду так а что буду делать буду приносить немножко деревьев вот они такими простыми кругами может быть некоторые более высокие стараюсь идти максимально просто и заморачиваться как можно меньше на правильный панель очень хочет меня сегодня работать и сосредотачиваюсь по сути первую очередь на оконных и дверных проемах их рисуют такими небольшими пятнами опять же не детализируя все особенно здесь отправлю спуск с этой площадке на рядом с этими домиком к домику небольшой подъем на спуске сразу же тень здесь тоже оконные проемы раз-раз-раз вот здесь вертикальная история я немного размываю это чтобы не бросалось глаза и создаю акценты не опасно так что с этой части смотрю а вот что я хотел я хотел вот сюда увести плоскость повыше и вот отсюда пойти наверх довольно высоком например вот сюда посмотреть что получится люди могут идти вот здесь потом поднимаются по этой лестнице тут у них разворотная площадка тут деревня потом они поднимаются вон туда довольно высоко да я получаю деньги умею это так окей тут рядом деревьев и возможно они могут двигаться еще выше как нормальная итальянская ситуация с горами и по сути все эти плоскости они завязаны на вот этой вот точке схода добрый день ночь а это допустим стена может быть с контрафорсами такая стена замка иначе он не дает возможность нормально так как он состоит из двух пластинок ты можно чистить вот так правда не всегда это помогает пытаясь засунуть туда между этих двух пластинок бумажный лист и почистить ему нет не знаю поможет или нет вот здесь засаживаю все такой зеленью ну это ручка для каллиграфии японский параллель пан такая хорошая штука если не капризничает танк а тут будет на здании с такой с колонной истории кому-то классичная не приношу туда тенеобразование сразу тенюшки по интенсивней и стараюсь балансировать изображение и с оконными проемами и вот с этими с плоскостями которые составляют теневые области моих домиков уже получается симпатичный ритм это тоже стена думаю горная ситуация чуть-чуть продетализирую домик у меня здесь образуется прям такой античный храм да не знаю может на полчаса может начался и потом скорее всего если нормально получится то можно будет посмотреть на ютюбе прошлые стримы начал заливать туда и вроде нормы не нравится в общем вот человечки могут идти смотрю как они могут ходить здесь они могут спускаться идут сюда идут сюда поднимаются сюда поднимаются сюда идут туда наверх клево купил новую мобилу и что-то и совсем недоволен что такое не знаю как раз экспериментируем пытаясь в мою эту рабочую схему что прям даже расстроен жук раньше с galaxy s 7 древняя штука обалденная древняя штука сейчас кто galaxy note 10 light версия там даже нет автофокуса на софе рожа такая получается вообще просто жесть как на жутких китайцах сейчас с него виду стрим и не понимаю там нормальное качество получается нормальные скачай буду смотреть короче дико обескуражен денег немного но все равно жалко изображение нормально или тоже жесть какая-то так накей приходит кудряшки постепенно ну ладно может буду как вот непонятно что с ним это обрезанная версия galaxy note 10 давайте galaxy note light но теперь я понял что нужно просто брать эти топовые смартфоны так ладно она топовые блин бабла нужны порядка ночь компромисс вот этим всем просто замучают у меня был кси ссвена вообще никаких вопросов не было и по качеству не почему вообще кроме того что у меня там было мало места я пошел к себе вот эту балду с которой сейчас снимаю очень сильно задача в общем она обратно к стриму вот здесь что будет пока нет идей поэтому я рисую зеленку закрываем вот это место может быть там что нарисовать там ну пусть будет вот так тоже какой-то классичный домик это будет колонны тоже история там немножко проявляется в общем вверх я развел ситуацию может быть немножко развести теперь вниз если вот здесь например у меня начнет фатально опускаться фатально и драматично опускаться вся эта история в подземелья подземелья будут вот здесь спасибо так кресток и здесь они еще смогут ходить если пойду вниз там у них там допустим начнется большой новый мир спасибо в питере блин сегодня был первый снег такой мокрый такой прям а идешь к тебе все бипнет навести параллель пэн вот так выглядит с такой штукой нет пилотовский пилот параллель пэн японская штука хорошая я часто использую как рабочий инструмент но круто везде зима у вас сухой снег или мокрый у нас мокрые хлопья а петербург блин фигли идешь мокрый счастье так тут сразу сильнее история с контрастами о к вам пришел вообще рано ну круто у нас порывался немножко но так деликатно сухой тоже был чуть-чуть а теперь начинается классическая питерская история блин ручка классная но иногда если ее надолго оставляешь она там подсыхает нужно промывать а я не промывал поэтому она немножко мешает а блин непонятно что будет на новый год говорят на новый год граница откроют можно будет ехать куда-нибудь лететь уже радостно но опять же слухи слухи так и человечки спуск идут сюда спускаются сюда они могут пройти вот сюда ты и наверное им нужно опуститься вот сюда как они могут это сделать сейчас я подумаю ну как лестнице им надо почему она будет такая сейчас я подумаю ну как так тут хорошо бы какую-нибудь тоже ситуация но это мое упражнение на перспективу и такое фантазийное проектирование ситуации когда я не зажата рамками здравого смысла могу думать в любую сторону я делаю себе такие тренировки для того чтобы мозг даже когда я отдыхаю от проектов он не расслаблялся ну не то что не расслаблялся а наоборот расслаблялся и делал чего он хочет ну как в спорте тренировки вот теперь человечки могут они могут прийти сюда 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 подняться по этой лестнице прийти сюда подняться сюда ничего не мешает вот с этой горы они смотрят спускаются идут сюда спускаются здесь идут по этой плоскости и могут опуститься вниз что ждет внизу так вроде лучше видно не понимаю что еще дает мне эта камера этого нового телефона тут видны детали или она все кушает или размывает блин я не понимаю так тут наверное будет фонтан а тут будет начинаться заросли такого леса лучше стало видно лучше стало изображение или что стало лучше у меня новый телефон я не понимаю как он снимает то есть понять налеток достаточно ли четкое изображение то есть видно ли все штрихи например тоже такая арчная система внутри там галерея я обожаю галереи окей тогда вот так оставляю и это хорошо и галерея расходится симметрично это прям классика итальянская история все идет из одноточной перспективы вот отсюда из этой точки все подчиняется ей и мне очень нравится рисовать такой обобщенный стилистике когда тебе не нужно прорабатывать миллион деталей потом в архитектуре классики миллион деталей совершенно безумные прекрасные а не могу думать только о сочетании логики больших форм вот я это очень люблю этим меня дико радует скетчинг потому что ты очень обобщенно подходишь к этому вопросу так сюда ладно они опускаться не будут им достаточно будет вот этого одного схода тут будет история с фонтаном пока еще не знаю какая может быть со скульптурными темами тут по бокам будет вырастать огромная чаша будет скульптура фортуны есть город фана кто хочет можете посмотреть по карте вот я в италии когда живую работу я между городами пезера и фана и вот она на центральной площади есть такой симпатичный фонтан да и на нем скульптура девушки и я ее рисовал рисовал радовался радовался потом смотрю как ее зовут ее зовут фортуна то есть если кто думает где фортуна то она в пезера о нет фана на главной площади на фонтане стоит ждет так ну допустим это окей это окей это окей здесь будет приходить дворик с двориком который у меня в профиле что за дворик у меня в профиле я который в петербурге а это может быть эти садовые ряды ну там похожая ситуация да там классно его недавно открыли если речь о нем то это этим летом у нас появилось это общественное пространство меня прям очень радует дико понравилось так окей я там танцевал с брюнеткой с такой высокой да это если с ней то тогда вот это да похоже это она так не очень хорошо пишет вот тогда это как раз эти ряды рядом с никольским собором очень хорошее место и там сидеть дико комфортно и ну летом работать например там садишься ноутбук включаешь и зарядки я до того как начинались вот эти вечеринки операторы там иногда сидел и просто делал свою работу так вот эта радость уже разрослась мне нужно ее докомпоновать по сути а для этого мне нужно чтобы работал мой паравель пан я докомпоную эту историю чуть-чуть зеленкой и наверное ну хотя нет может я сюда еще усложню любопытно немного зелени на вот эту часть блин надо им больше рисовать потому что он засорился или нужно ему прям хорошо прочистить мне когда практически процесс проектирования идет я очень люблю эту ручку потому что она делает быструю форму и если используешь ну такие нормальные чернила я использую чернила как называется поп или пан это в москве есть такой крутой чувак который делает ореховые чернила вот они обалденные для вот этой техники так я их заливаю вместо оригинальных и радуюсь результату так окей немножко пройдусь по деталям местами есть некоторые конечно глупости но ладно я так не придумал что мне делать с этой ситуацией с одной стороны а с другой стороны это просто же мои тренировки я не стремлюсь из каждой ситуации сделать адекватную проектную ситуацию я наоборот на них пытаюсь отдохнуть от проектов так окей нет блин просто невозможно рисовать почему вот это я стрим наверное сейчас закончу сейчас покажу поближе что получилось какая логика например я иду отсюда и могу спуститься сюда могу пойти в этот тупичок не хочу лавочек рисовать пойти сюда спуститься вниз и тут радостно бегать вокруг фонтана и ходить по этой галерее потом вернуться обратно подняться наверх могу идти туда далеко в храм и потом пойти сюда подняться по этой лестнице и за этим храмом пройти сюда а здесь как раз у меня большая стена а здесь как раз у меня большая стена и пойти вон туда наверх по этой лестнице и дойти до самой верхней точки короче вот такой проект вот до сюда и теперь на деталях если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал и смотрите внизу там в описании видео много симпатичных видосов по тому как рисовать в разных стилях скетчиках всем чертчо